Добрый вечер! У эфира новинный для тех, кто цикавится станом экономики своего региона. У что-то дневной программе «Экономичная доведка» мы делимся актуальной информацией по разных направлениях. Глядите в выпуске. З выше двух десятков новых прационных местов заявилась селета на открытом акционерном товаристве «Коминтерн». Як поширали вы творчество, расскажет керавництво предприемства. Худко завершается термин оплаты майомысных податков. Специалисты нагадывают, что отримать квитанцию, а так само оплатить необходимую сумму, можно и электронным способом. И на при конце программы – знакомство с ценами на Садовину и Огороднину на рынках Гомеля. А зараз об гэтых и инших новинах – больше подробязна. Звыж двух десятков новых прационных местов заявилась селета на открытом акционерном товаристве «Коминтерн». А знижение соби кошту продукции дозволило смело выходить на европейские рынки. Так зараз костюмы гомельского предприемства, вядомые не только российским, а и французским, немецким, польским и голландским покупникам. Як вядома, указ президента Беларуси, продугледживая снижение до конца 2016-го, соби кошту продукции для усяго промыслового сектора экономики на 25%. Але керавництва «Коминтерна» у гэтым на керунгу працюе уже не один год. Нам нужен был выход на Европу. И без снижения себестоимости продукции мы просто не могли выйти на внешний рынок. Это обусловлено тем, что там возные пошлины 12%. И нам нужно было преодолеть вот этот барьер для того, чтобы мы могли выходить спокойно на внешний рынок. И у нас это получилось. Мы за эти два года снизили себестоимость от 10 до 15%. Оказывается, резервов для экономии достатково. Например, на опаленоэнергетичных ресурсах. Для гэтых распрацовали целый комплекс мер. Самое главное, конечно, у нас вопрос по энергоресурсам. Мы работаем с паром. Своя котельная у нас есть, но она не для отопления, она для промышленности. И мы купили новый котел немецкий, который старый котел разжигали 4 часа. Это, представляете, сколько газа вылетало на улицу. А сегодня он разжигается за 20-30 минут. Вот такая была экономия сильная. А кроме того, можно не корыстаться дилерскими послугами, а наладживать промы и зносины с поставщиками. Это не только допомогает закупать больштанную сыровину и комплектующие, а лезь короче термины поставок. Последние годы, наверное, последнюю пятилетку работаем только с прямыми производителями сырья. На сегодняшний день мы работаем с Турцией. Посредника у нас нет. Значит, работаем с Китаем, работаем с Францией, работаем с Италией. У нас поставка идет с немецкими фирмами, где идет прямая поставка нам комплектующих исходных материалов. Это и нитки, и дублерыны, прикладные материалы, ткани верха, подкладка. Все это идет напрямую и значительно, конечно, дешевле, когда у нас не было возможности выхода на прямые рынки. Зразумело, приходилось оптимизовать и працовные места. Слово «оптимизация» в прошлый год на слыху. И когда многие предприемства, которые обзнизить наступство экономичного кризиса, и шли на массовые скорочения, то на коментарне до звольнения работников процесса дольного взросла справа не доходило. Скорочение отбывалось за кошт пенсионеров, а либо ты, кто самостойно выросшел, изменить працу. Еще один шлях в переразмерковании специалистов, для кучи модернизации вытворших процессов. Мы покупали оборудование, которое давало возможность заменить людей. Например, мы покупали такое оборудование, где нужно было 4 операции, делали 4 человека. Сегодня эти 4 операции делает 1 человек. Мы купили 2 комплекса американских «Гербер», которые дали возможность сократить около 60 человек с этого процесса. Но этих людей никто не увольняет, мы их перемещаем. Значит, новые специализации или обучение какое-то, люди у нас остаются на работе. Летошний складанный стан экономики, промусию многих предприемств, массово переходит на скороченный працованный день, альботы день. На Коминтерне таксамы не который час працавали по 4 с 5 дён. Зараз ситуация иншая. С додатковой оплатой можно працавать навыд и по субботах. Полепшилась остановище и заработной платой. Калі лето середняя складала каля 3,5 млн, то сё лето повеличилася амалю двоян. У працях темы. Кабы трамате допамогу по беспрацову, и достаткова будзе одного года страхового стажу. Зараз Министерство працы и социальной обороны подрыхтовала и накеровала у САУМИН проект указа об додатковых мерах по забеспеченні социальной подтрымки некоторых категорий беспрацовных. Что тычыцца страхового стажу, то гэта значы, что для больш высокой суммы допамоги год за пошних двух трэба платить узносы у фонд социальной обороны насельництва. А крэмя таго, яе померы будзе залежыць и ад причин звальнення. Напрыклад, той, хто пазбавився працонага месца за скорачэння колькасті и штата работнікаў, будзе отрымліваць дапамогу ў памеры 100% бюджета пражиточнага минимума. Для звольненных па інших прычынах прадугледжены іншы памер. Пратягваем выпуск. Заплатить майомасныя падаткі да першага кастырышніка закалікаюць грамадян спіцээлісты падатковых органов. Не гледзіцчы на тое, што апошній термін 15 листапада, лепш гэта зарабіць загадзя, каб не стоять ў чарзі. Дарэчы падата, калі яго сумма вялікая, можна заплатіць і падчастках. За несвая часову аплату налішаецца піня і прайменяюцца меры адміністраційны адказнасті. Дарэчы сёліта ў Гомельска в області на падатковым уліку знаходзілася звыше 360 тисяч плательщиків земельного падатку і падатку на нерухомість. В 2016 році в Гомельській області на налоговому учті стоїть 362 тисячі плательщиків земельного налога і налога на нерухомість, а також більше 20 тисяч плательщиків арендні плати за земельні участки. Следує отметить, що 48% от цих фізичних ліц пользуються льготами. Тобто це пенсіонери, многодетні, інвалідні і інвалідні 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 інвалідні. І порядка 190 тисяч уплачують у нас імущественні платіжі. На цей год, на 2016 році, під'явлено 7 мільйонів імущественних налогів. Тобто, якщо це додинамінація, це 70 мільярдів. Следує отметить, що калічіство плательщиків імущественних налогів постійно растет. В цьому році, по сравненню з першим періодом, виросло на 3 тисячі плательщиків. В основному, це за счет граждан, імеючих в собственності 2 і більше квартири. Дарувши повідомління на оплату земельних опадатку, можна отримлювати по електронній поште. Для цього необхідно заполніть заявку на порталі Міністерства по податках і сборах альбо накерувати її на електронній адрес відомства. Данна функція позволяє оперативно інформувати физічних лиц. Тобто, на їх електронний ящик приходить інформація, извіщення по уплаті налога, по сумме уплаті. Фізічному лицу не треба стояти в очереди на почте, ждати, коли ему придет извіщення. Тобто, це позволяє оперативно общаться з налоговими органами. Кроме того, эта мера сокращає расходи бюджету. Зараз таким способом інформування користаються з вищ п'яти з полови тисяч плательщиків майомасного податку і податку на нерухомість. Протягуєм випуск. Зараз традиційне знайомство з ценами на Садовіну і Агародніну на гомельських ринках. Ціни на бульбу за тоді не змінились. От 33 копеек її можна набыть на центральному ринку і от 25 на Прутковськім. На 5 копеек потоніла морква у центри – от 45 копеек за кілограмм. На Прутковськім – от 60. Більш вигідно на центральному каштують і бураки – кілограмм от 40 копеек. Тут же знизівся стартові кошти на белые грибы – от 13 рублів за кілограмм. Патоніли так само груши і баклажаны, а гуркі і калярова капуста на адварот выраслі у цане. Ціны на гэтую і іншую садовіну Агародніну – у табліцы. На гэтому мені усе. З вами була Марина Сівер'янова. Наступний випуск «Экономічной довідки» выйдя у ефір «Прастыдзінь». До сустрэчі! Субтитрувальниця Оля Шор